Самарская губерния Волга также обмелела очень сильно. Некоторые из затонов совсем пересохли, чего в прежние годы никогда не случалось, написали 25 августа 1891 года местные газеты. Летом 1941 года в Куйбышевской области началось формирование народного ополчения. Оно сыграло значительную роль в пополнении Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны. Только за один день, 25 августа 1941 года, в народное ополчение в самом Куйбышеве вступили 17 тысяч человек. Добровольцы несли караульную службу, охраняли мосты, дороги, колхозные и совхозные поля, нефтехранилища и телефонные линии. 25 августа 1972 года было введено в эксплуатацию здание нового речного вокзала в Тольятти. К услугам пассажиров водных трасс, светлые просторные залы с кассами и камерами хранения, шестиэтажная гостиница с комфортабельными номерами на 100 человек. При отделке этого сооружения из стекла и бетона строители применили мозаичную плитку, прессованные и звукоизоляционные материалы. А на месте снесенных старых построек раскинется парк. Осенью здесь будет высажено около 10 тысяч кустарников, дикорастущих и фруктовых деревьев, сообщила своим читателям газета «Волжская коммуна». 25 августа поздравления с днем рождения принимают вице-губернатор, полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте и правительстве России Игорь Владимирович Еремин. Также 25 августа, но в разные годы и даже столетия родились. Первый царь всея Руси Иван Грозный. Известный кинорежиссер любимых не одним поколением зрителей картин «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кинзадза» Георгий Данелия. Другой известный режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Сергей Соловьев. Известная актриса, народная артистка России Маргарита Терехова и другие известные люди. Именинников 25 августа много. Поздравьте всех, кого зовут Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор и Яков. На Руси этот день прозвали фатеем поветеным, потому что было принято наводить порядок на поветьях, где хранились лошадиные упряжки, бараны и сохи. И, разумеется, наблюдали за погодой и делали прогнозы. Если выпал иней, значит, можно было ждать хорошего урожая о зимах на следующий год. А если день случается дождливым, то не стоило надеяться на длинное бабье лето, в то время как теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах. Это все, что мы успели вам рассказать про 25-й день августа. Удачи в делах и отличного настроения! Редактор субтитров А.Семкин